Добрый вечер! Вы на канале A1. Смотрите большую рыбу. Я ее ведущий, Юрий Грымов. Мы говорим о художниках, о художниках кино. У нас была Лена Супрун, человек, который знаю очень давно. Очень известная модельер. У нее обшиваются очень много известных артистов, не только отечественных и так далее. Я очень хочу, чтобы вы увидели разных людей. Лена очень открытый человек, очень по-настоящему творческий. Она живет этими костюмами, живет модой не для того, чтобы прийти на какую-нибудь тусовку, а потому что она действительно живет этим. У нее потрясающая дома коллекция, сильное слово «дом», потому что у нее вся квартира — это гигантский музей, склад вещей разных. Это уникальная, уникальная в ней коллекция. Мы сейчас с вами в последние 25 минут говорим о разном. Я вам буду рекомендовать новый фильм и принимаем звоночки по теме и вообще. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Я из Краснодара, меня звать Булат. Я вот хотел ослепительной Леночке вопрос задать, ну и вам просто. Давайте, задавайте, я ей передам. Хорошо. У меня вот такое мнение сложилось. Я все советские картины при жизни посмотрел, мне под 70. И я так думаю, что просто вот с определенного времени у вас просто бюджета вам никто не даст ни на какой хороший фильм. А то, что вы стараетесь какими-то небольшими средствами делать, вы можете оценить только между собой. Вот вы художник, она художник, а для народа вы же видите, что ставят. Они рассчитывают на адреналин и больше ни на что. Вот. Ну, разные... Булат, Булат, на самом деле разные картины есть и есть прекрасные картины с небольшим бюджетом. А потом, вы знаете, мне в свое время очень понравилось, как сказал Кабаков, когда Кабакову спросили, писатель такой прекрасный, его спросили, он говорит, а вас не расстраивает то, что ваши книги не стоят в бестселлерах, в книжных магазинах, да, и вас не узнают там на улицах, да, вот такие вот читатели. Он говорит, вы знаете, если я этим читателям не интересен, так они мне тоже. Поэтому... Ну, правильно, но допустим, такую картину, как «Война и мир», кто вам даст поставить теперь? Никто, никогда. Но, вы знаете, есть прекрасные... Хорошо, хорошо, Булат, вопрос следующий. А полет во сне наяву? А «Осенний марафон», а «Мимино», где бюджеты очень маленькие. Ну, как можно сравнивать «Война и мир»? Там художники работали, но вы говорите про костюмы, допустим, костюмированные фильмы, исторические фильмы, никто вам не даст бы. Поверьте, даже в «Люблем по собственному желанию» с прекрасным Янковским вытянутая майка, помните, такая он там ходит? Это же тоже, да, или телогреечка, когда он там шлифует, искру выбивает из какой-то болванки. Ну, раньше нам просто телогреечки раздали и снимали, так что я... Да, я понял. Спасибо большое вам, Булат Зазонок. Вы знаете, я вот говорили мы с Леной, и очень много чего хочется рассказать вам про вот эту профессию, и какие конфликты существуют, и что только там не было во время съемок. Конечно, этого происходит сплошь и рядом, и этого очень много, и существует много всяких там и ляпов, и вот буквально там недавно была какая-то передача, я часть зацепил, было про прекрасный фильм Меньшова «Любовь и голуби». Там есть один момент, который меня все время так прям возмущал. Но фильм великолепный, один из моих любимых фильмов. Помните, когда она приходит на берег реки и мирится с мужем, да, так у нее вот косыночка, да, это, кстати, проблема художника по костюмам. Выбрать такую косыночку, которая с одной стороны одного цвета, с другой стороны другой цвета, а один край, я не помню, голубой, синий с голубым горохом, желтый с белым горохом, так вот во время дубля, видно, ей с ним переодевали. И она говорит одну фразу в эту сторону, у нее здесь голубой головой, потом она продолжает, у нее вот так. То есть видно, несколько дублей было, и платки постоянно ей, ну, перезавязывали, да. Такого происходит сплошь и рядом, как с Клеопатрой, я вам говорил. Это, 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 это есть, да. Кстати, если вы вспомните такой фильм «Мушкетеры», первый фильм, «Мушкетеры» был только один фильм, вот, значит, вот этот фильм прекрасный «Мушкетеры» и «Собака на сене», помните, с Карачинсом? Костюмы одинаковые, это один и тот же костюм, ну, в реквизите берут и там это берут, это тоже происходит. Но это никак не умаляет достоинства картины, когда есть главная цель, куда, куда все это идут. Вы знаете, я сегодня хочу вам порекомендовать фильм, я думал, что может быть по теме найти фильм, какой-нибудь костюмированный, там, типа, какую-нибудь Клеопатру. Вот, я вам посоветовал посмотреть фильм «Коллекционер», то, что я делал с Петренко. Вы, к сожалению, не найдете на DVD, его можно сказать только в интернете, что-то ворованное, потому что я сейчас буду переиздавать его, он не издавался давно. Вот, там есть хорошая работа художников, действительно, Сергей Иванов, Осипов, Саша по костюму хорошо работал. И работала девочка Марфа Гример, она, к сожалению, ушла из кино, наверное, разочаровавшись в этой сложной профессии. И у нее была еще кличка Марфа Кровавая, потому что она лучше всех делала кровь. И если вам тоже интересно, например, такая подробность, когда снимают черно-белые картины, и вы видите кровь, да, ну, кровь, так вот, это кровь желтого цвета. В черно-белом кино не делают красную кровь, ну, потому что там сочетание цветов немножко другое. Я вам сейчас порекомендую фильм, довольно-таки странный, ну, как и все мы, мы все немножко странные, и это хорошо, мы все разные. Мне этот фильм нравится именно своим ощущением, да, и прекрасный, там, и режиссер, который это снимал, и там призы, там, Вин Вендерс получил за эту картину. Отель «Миллион долларов», там роскошный Тим Рот, одна из первых ролей, и там Мел Гибсон, Мел Гибсон, который, ну, я к нему отношусь с большим уважением, стал даже больше, когда он стал режиссером. Что-то там, что-то, что-то происходит с человеком, и он как-то превратился в что-то серьезное. Хотя, понятно, что там «Безумный Макс», «Прополицейский», там вот это все было, все это хорошо, но не важно. А в этой картине он удивительно, нельзя так, наверное, говорить, но ему так идет корсет со сломанным позвоночником. Он все кино ходит в корсете, вот в этом, в пластмассовом. Вот очень хорошее кино, отель «Миллион долларов». Давайте посмотрим маленькую нарезочку из отеля «Миллион долларов». Сценарий этого фильма режиссеру Виму Вендерсу предложил солист группы «Ютуб Боно». Это был первый опыт для артиста в написании сценария для полнометражного кино. На этом Боно не остановился, выступив в картине еще в качестве продюсера и актера. Фильм атмосферный, полный деталей, смыслов и оттенков. Отдельных слов благодарности заслуживает саундтрек. Над его созданием работали лучшие альтернативные силы рок-н-ролла, включая Брайана Ино. После съемок Вендерс признался в интервью, что лучшие проекты всегда сделаны с легкостью и хорошим настроением. Угощайтесь шампанским и каннабисом. То есть, все их канапе. Добрый вечер, говорит человек, который нам звонит. Добрый вечер, как вас зовут? О, сорвался. Перезвоните, извините, что мы так долго вас держали, но у нас была нарезочка. Вы знаете, много происходит на съемочной площадке. Я говорил, что вы рассказываете о всяких ляпсусах и каусах. Вы знаете, я сегодня вспоминал Индиана Джонс в связи с наивностью фильма «2012» и трогательностью Индиана Джонса. Ну, первых частей, естественно. Там есть один момент, если вы помните об одном из фильмов Индиана Джонса, просто по теме вспомнилось, когда Спилберг ставит сцену, и Индиана Джонс должен был на саблях что-то делать. А буквально до этого у Харрисона Фортона, ну, что-то съел, не то парень. И у него были проблемы с сильным желудком, он долго не мог сниматься, сами понимаете. А сцена была длинная, да, и Харрисон Форт, говорит Спилберг, говорит, слушай, вообще не могу, вообще в кадре долго не могу. Но он говорит, ну, а что делать-то? Говорит, максимум надо что-то взять, ну, поднять шашку, да, а потом взять, достать пистолет и убить. Это, кстати, в кино и есть. Хотя сцена строилась такой месилово на шашках, а из-за того, что у Харрисона Форда было животом не очень, да, вот, он так взял, пшшш. И, кстати, очень смешная, ну, реально получилась смешная сцена. Говорим о разном. 8-4-9-5-2-7-6-0-9-8-5. Кстати, помните, я вам советовал фильм «Чужие здесь не живут», фантастический фильм, очень, чужие среди нас это не повторяют. Уже две девушки в бикини у нас, поэтому они сразу хором говорят, и очень приятно, что это становится все громче и громче. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Юрий, меня зовут Алексей. Я звоню из, ну, Московской области, район, профессиональный город Дочек Монин. Юрий, у меня вопрос следующего плана. Вот художники-постановщики, да, они по своей сути модельеры. Ну, в России, впрочем, такая у них слава, как, ну, не очень хорошие сложиваются. Мне интересно, они начинают с чего? Они начинают свою профессию с того, что они модельеры, или же все-таки их больше интересует само кино, а не интересуют больше кино? Ну, да, я понял. Спасибо, Алексей, за вопрос. Вообще, на самом деле, модельер – вещь такая очень сложная. И вообще, когда мы говорим о моде, я, извините, занимался 18 лет назад модой. Я был тогда блондином стройным, и был манекенщиком, и два года посвятил этой профессии. И не понаслышке знают, что такое костюм, что такое 16 часов стоять на примерке перед показом. Это серьезно. Это не современные девочки-модели, которые сейчас одевают вещи и выходят. Они не знают, как делается костюм, да. А когда я работал в центре моды люкс, в центральном доме модели, потом стал режиссером и так далее, это все серьезно. Прийти в профессию в кино – человек может прийти, конечно, не будучи модельером. Он может быть художником по костюму, да. Он может быть вообще просто художником. И мне спрашивают, а нужно ли обязательно рисовать, да, чтобы быть художником. Вы знаете, кино… Я сторонник, чтобы, конечно, человек должен уметь рисовать. Но я знаю, не буду говорить фамилию, прекрасного художника, декоратора, постановщика, который не умеет рисовать. Он когда приносит там эскизы мне какие-то, ну, это смотреть нельзя. Ну, в принципе, делает прекрасные декорации. Поэтому можно все, если у вас есть способности видения. И двигайтесь, самообразование, самообразование. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Ржевска. Здравствуйте, Александр. Вы совсем недавно реплику такую высказали по поводу Deep Purple и по поводу того, что их превратили как бы вот стерефоническую запись в запись 5.1 в доме, да. Да, на самом деле их не превращали. Дело в том, что этот диск в оригинале выходил в том числе и в квадроверсии. Они взяли эту самую квадроверсию и издали вот на диске. А вы слышали, Александр, этот диск? Да, конечно, да. Но вам понравилась квадра? Вы знаете, дело в том, что мне понравилась квадра, которые делали большая такая как бы группа энтузиастов, которые в интернете часто находят вот те самые изданные в 5, вернее, квадрофонические записи, которые были, продавались в свое время. То есть это были квадрофонические картриджи и квадрофонические бобины открытые. И вот то, что сделали энтузиасты, как они оцифровали вот эти самые бобины, находящиеся в продаже, они звучат во много раз лучше, чем то, что издала группа вот в этом официальном издании. Конечно. А оно просто безобразно звучит. Да, Александр, я вижу увлекаетесь. А вы слышали, ремонстрированные вышли Дорс? Вы знаете, Дорс мне тоже не очень понравилась, потому что на самом деле опять же люди, которые брали квадрофонические записи, оригинально выпущенные, они перемикшированные по новой. Но зато я вам хочу сказать, что, например, Genesis, которые издали в 5.1, потрясающе звучат. TokenHeads, которые издали в 5.1, ремонстрировали, потрясающе звучат и прибавляют группам гораздо больше, чем вот просто телефоническое звучание. Хорошо, спасибо большое, Александр. Есть еще какой-то вопросик? Вы знаете, вопросика нет. Хочу поблагодарить вас за программу. Мы смотрим ее довольно часто. И очень многих людей, которые, видимо, вас очень рады. Спасибо большое, Александр. Так вот, я еще хочу продолжить немножко тему, чуть-чуть разговоров о художниках, да, и о том, что некая ответственность. Вот мы с Леной говорили на эту тему, вы спрашивали про костюмы и так далее. Вот я когда делал фильм Казас Кукотского, я к этому довольно-таки серьезно готовился, не только там окушество и гинекологию окушество прослушал, даже не в этом дело. Я знал совершенно точно, что в то время не было такой гигиены, и люди не могли мыть голову шампунем, да, не могли себе позволить бриться, ну, каждый день и так гладко. Ну, вы понимаете, да, это очень серьезно. Эти все вещи существуют. И когда мы говорим о всяких там вещах, например, помните в фильме «Титанику» Камеруна, когда он ее рисует, да, она снимает корсет, да. Ну, во-первых, так между нами девушка корсет сама никак в жизни не снимет, ну, так, если вот это серьезная вещь. А во-вторых, вы понимаете, что у девушки будет, когда она снимет корсет на теле, она будет вся в красных пятнах. Ну, учитывая, что жанр «Титаника», ну, Камерун допускал такие погрешности, но если фильм, который играет вот этими вещами, там, вот этими промятостями на теле, да, ну, как бы более натуральных, конечно, такие вещи уже не пройдут. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здрасте, да. Меня зовут Марина, я звоню из Ульяновска. Здрасте, Марина. На прошлой передаче у вас был вопрос, вернее, у вас была тема «Фантастика в кино». Да, да. Наши реальности. Да, 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 ну, понятно. Да, да. Ну, вы знаете, я почему звоню? Вы помните пятницу 13 ноября? У нас в Ульяновске взрывался арсенал. Ну, вот это… Такой у нас есть завод по улице. Да, да, я видел, страшная история такая. Да, страшная. И вот я поэтому и хочу сказать, может быть, не нужны такие фильмы, катастрофы, как «212», когда у нас в Ульяновске, можно сказать, была такая же катастрофа. Трястся новый мост, который только что открыли. Вот именно сегодня, 26 числа. И к нам приезжал Медведев, открывал его 24-го. Ну, я просто говорю, может быть, такие фильмы, катастрофы, и не нужны нам. Да, Марина, большое спасибо за вопрос. Вы знаете, вот, скажу вам честно, не дождетесь, Марина, все будет хорошо. Вот те люди, которые прогнозируют всю эту катастрофу, это хрень собачья. Ничего это не будет. Давайте не будем верить всякие эти 13-е пятницы и так далее. Потому что чего лить воду на мельницу дьявола этого, да? Ну, чего лить это? Если мы думаем про вот эти какие-то совпадения, тем самым мы ставим под сомнение создателя, да? То есть творца. Значит, получается, что есть сила сильнее творца? Чушь собачья. Есть люди слабые, которые постоянно подливают, ну, в огонь, масло, вот это, ну, воду льют на мельницу, да, и туда. Нет такого. Вот я сейчас, там, просто спросили по теме. Все будет нормально. А послушайте, и небо голубое нам покажет. Все вообще, это чушь полная про катастрофы. Вот поверьте мне, все нормально. Спите спокойно. Потому что это правда. Это даже, даже, даже не включайте свой мозг. Это такая вот игрушка никому не нужная. Так вот, мы заговорили про творца и создателя, да? Я сейчас затеваю проект такой, да? Последнее скушение Адама новой. И у меня лукавый, ну, то есть дьявол, да, просит создателя что-то сотворить. Ну, дай мне что-то сотворить. Ну, ты все сотворил. Горы, людей, животных. Ну, какая красота. Тут яблони, тут цветы, тут море, океаны. Дай мне хоть чего-то сотворить. Вот главный конфликт дьявола, вы понимаете? Дай мне хоть чего-то сделать. Можно я сделаю маленький камушек? Маленький, ты вот все сделал, а я маленький камушек. Так вот, к разговору о художниках и о творцах. Если вы подсоединяетесь к процессу создания и хотите приблизиться к творцу и ставите с собой корыстную цель, зачем дьяволу нужно сделать хотя бы камушек? Не знаю, чтобы камушек появился, вы понимаете? А чтобы приблизиться, сказать, я камушек сделал. Все, поэтому творите, не думайте про эту дрянь, что там что-то будет, какие-то 5, 13. Поверьте, все прекрасно, все красивые, хорошие, вкусные люди. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, погромче, пожалуйста. Добрый вечер. Да, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Людмила откуда? Из Липецка. Из Липецка. Людмила, в Липецке, надеюсь, не верят во всякую тут дрянь в виде там всяких апокалипсисов? Нет, по поводу этого у нас не верят, но вы знаете, у нас очень сложная ситуация. Вы говорили в начале передачи по поводу гриппа, да? У нас несколько другая ситуация. У нас не грипп, а легочная пневмония. У нас дети не учатся практически месяц. То есть у нас карантин во всех школах. И неизвестно, когда он закончится. И ситуация настолько серьезная. Я просто с теми года рождения, я даже и не помню такой ситуации. Я понял. Людмила, это, конечно, ужасно, мне кажется, но мне сейчас очень трудно ответить на ваш вопрос или реплику, что с этим сделать. Да, и самое главное, врачи не могут ответить грамотно на этот вопрос. Но странно, почему средства массовой информации молчат. Видно, никто не заинтересован. А это открывается. А никто не заинтересован. Никто в этом не заинтересован, по всей видимости. Нет, может быть, они заинтересованы. Но как мы уже рассуждаем, простые жители, то, что они сами-то не знают, как это лечить. Понимаете? Я понял. Людмила, у вас есть какой-то вопросик, все-таки на который мне легче будет ответить? Да, конечно. Вам непосредственно вопрос. Спасибо вам большое. Слежу за вами долго. Не всегда приходится посмотреть, конечно, кинофильмы из-за нехватки времени. Но вопрос такой вот затрагивался. Да. Там по поводу костюмов, украшений. Правильно? Да. Вот. Вопрос заключается в следующем. Вы знаете, в основном, наше массовое население, ну, по крайней мере, про Липецк, да, я говорю? Да, про Липецк. Она, ну, скажем, не настолько образована, скажем, чтобы уделять внимание каким-то костюмам, да, там, вашему ответу. Я понимаю, Людмила, не согласен с вами. Не согласен. Если людей чуть-чуть, чуть-чуть направить, чуть-чуть их... Акцент направит. Кто? Мы с вами. Людмила, вот вы сегодня скажете людям, а посмотрите, как прекрасно, а посмотрите, что ваш ребенок просыпается, да, и говорит, вот, там, у человека там нет денег, да, там, человека уволили с работы. Хорошо, я все понимаю, это ужасно, что человек не может найти работу, но ребенок, который просыпается, ну, сделайте ему на стене красоту какую-то. Пусть он не смотрит на серую стенку, да, что-то красивое ему нарисуйте. И все. Гаршин говорил, касаемо художников, мне очень нравилось, что это как котенок, который ищет молоко, взял за шкирку и сунул. Поэтому вы тоже можете брать на себя такую ответственность, если вы что-то понимаете. Объясните людям, люди будут жить красивее, они будут к этому, ну, по-другому относиться. А? По-другому относиться, там, как-то, да, вектор, вектор надо, вектор сменить, вектор надо сменить людей, вектор, понимаете, нужно уйти от этого, не нужно след говорить, вот он козел, не нужно, да, не нужно, ну, хаять и разрушать, нужно, наоборот, созидать и радоваться этому. И на черное, говорит, черное, на белое, белое, должна быть какая-то определенная правда. Потому что я уже говорил о том, что система там пиара, то, что говорится, да, меня вот сколько раз люди спрашивали, Юрий, вот фильм вышел, все пишут, что это хорошо, ну, везде напишут, что это хорошее кино, а фильм-то дрянь. Ну, и я с ними полностью согласен, потому что люди теряют свое мнение, потому что они заштампованы. Вот обратите внимание, любой ребенок, любой ребенок, вы ему ставите стакан, такой стакан, ну, там, или вот такой стакан, да, и он говорит, а мне нравится вот это. А вот потом, чуть старше он происходит, для того, чтобы ему выбрать стакан между этим и этим, вот здесь, да, включается вот то, что мы называем общественное мнение. Ну, понимаете, общественное мнение. Поэтому я за то, чтобы вы, и мы все с вами включались в это, и не думали, что мы в чем-то не понимаем. И очень важно доверять людям, которые в этом чуть понимают, прислушиваться к ним, учиться. Люд, мне показывай, что осталось 3 минуты, еще есть вопрос? Алло. Я вас поняла, всего доброго. Все, спасибо вам большое. Напоминаем рецепт, выводим рецепт. Знаете, как? Так. Вот, значит, вот такой у нас сегодня был рецепт. Рыба по-эмински получилась очень хорошо, но когда тушеные вещи, они всегда хорошо получаются. Поэтому, уважаемые наши друзья, товарищи, коллеги, не думайте, не загружайте себя негативом, ну, ни в коем случае. Все очень хорошо. Поверьте мне, если вы будете загонять себя в тупик, да, если человек говорит, ты дурак, ты дурак, ты дурак, он будет дураком. Нет, это не так. Вы не такие. Впускайте в себя свет. Каждый день свет у вас должен быть, обязательно перед глазами, в виде хорошей книги, да, хорошего общения. Впускайте свет и гоните от себя негатив. Несите его у этого телевизора, где показывают какие-то преступления. Выключайте это. Не нужно вам это знать. Это вас не развивает. Это вас угнетает. Поэтому посмотрите на что-то красивое, на детей, на красивых женщин, на красивых мужчин. Поверьте, это тоже очень много. Смотрите, книжки какие-то, листайте просто хорошую литературу, читайте, общайтесь с людьми. Никакого апокалипсиса не будет. Это придумали американцы, да, себе, чтобы себя возбуждать. То, что, а что им делать с этим Макдональдсом? Да, что им с гамбургером? Кроме как разрушить, ничего нельзя. Уже все на этом сидят. Жиреют, как свиньи, да. Поэтому уже они апокалипсис ждут, чтобы все-таки сначала начать. В России такого не будет. Не будет. Потому что в России все знают, что такое добро, а что такое зло. Но в последнее время запутались в этом, к сожалению, да. И я считаю, что очень важно, что мы с вами здесь общаемся и говорим честно. Да? Говорим честно и думаем о прекрасном. Кино, прекрасный мир кино. Удивительная возможность у вас прожить еще одну жизнь с героями картины. Такого практически нет ни в одном жанре. Смотрите кино. И знаете что? Давайте с сегодняшнего дня вы будете просто, не думайте, что это неправильно, любите себя. Вот прям возьмите, какая думает я хорошая, какой я хороший. Просто думайте про себя все абсолютно. И не думайте, что как я выгляжу, можно я съем пирожок? Да ешь, милый пирожок. Съешь сейчас пирожок, тебе от этого будет хорошо, и у тебя глаза заблестят. А то, что тебе появится какие-то там 200 грамм, наплевать. Никому не надо. Главное, что у тебя глаза блестели. Вперед к холодильнику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.